Добрый день, уважаемые преподаватели! Сегодня я вам расскажу про то, как вести себя в кадре, как выглядеть, что можно делать, что делать нельзя. Вот, например, телефон надо ставить на беззвучный. Какую выбрать одежду? Конечно, в зависимости от того, на фоне чего вы снимаетесь. Вот у меня, например, черный фон, поэтому темно-зеленая водолазка – это неудачный пример. Можно сказать, я сливаюсь с фоном. Конечно, идеально было бы надеть белую рубашку, ну или что-то хотя бы светлее. Также, если мы пишемся на белом фоне или на любом другом светлом фоне, конечно же, лучше надеть что-то темного цвета, желательно однотонного, чтобы не было стробы и ряби. То есть никаких мелких элементов, например, полосочки, кружочки, горошек, мелкие рисунки, цветочки и так далее. Также, если съемка производится на фоне зеленого цвета, то есть на фоне хромакея, мы не надеваем на себя зеленую одежду. Женщинам, конечно же, лучше избегать платье в пол, потому что нам придется вешать вам вот такой микрофон петличный. Видите, тут есть специальный держатель, который, собственно говоря, если у вас платье в пол, просто не на что будет надеть. По поводу аксессуаров и украшений. Они не должны бренчать или как-то звенеть, например, слабо закрепленные часы или какие-то громоздкие ожерелья. Во время записи мы должны смотреть только в две точки. Это прямо на зрителя и в правой, либо в левую вспомогательные мониторы, которые вы сейчас не видите, но они есть. Очень важно не перемещаться во время записи по кадру. Если вы выбрали какую-то точку в начале, то в конце вы должны остаться на той же точке, в которой вы начали свою запись. Но, опять же, за этим будет следить постоянно оператор и ругаться. После того, как оператор сказал, запись пошла или поехали, вы должны подождать две секунды и только потом начать говорить. Это нужно для монтажа. По поводу маркеров и доски. Перед тем, как начать писать, оператор должен активировать для вас маркер. Достаточно просто промокнуть стержень в салфетку для того, чтобы он начал писать. Потом это можно отзеркалить. И вообще мы должны были это сделать в самом начале. Примерно вот так. Если мы не записываемся онлайн или не проводим какой-нибудь там вебинар, то не торопитесь стереть с доски. Обычно это делается после дубля. Когда вы хотите что-то отметить на презентации с помощью стилуса на iPad, пожалуйста, придерживайте iPad одной рукой. Небольшие технические требования к вашей презентации. Лучше всего делать презентацию соотношением сторон 9 на 16. И обязательно оставить одну треть слайда пустой для того, чтобы разместить в ней спикера. Если вы хотите записываться на черном фоне, то и презентацию подготавливайте на черном фоне, так как он будет удаляться. А если хотите записываться на белом фоне, то соответственно готовьте презентацию на белом фоне. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо вам за внимание.